Всем нашим руководителям, бывшим по главе с Тукаевым, хочу сказать, вы совершили уголовное преступление, измена Родине. Вы ссылаетесь на внешние силы, вы призываете иностранные государства вторгаться во внутренние дела Казахстана. Это касается только нас с вами. Если вы бараны не смогли обеспечить диалог со своим народом, почему кто-то с губинкой и автоматом должен сейчас меня воспитывать? Воспитывать моих детей? Как нам жить? Под каким законом ходить? Всем привет! События в Казахстане показывают силу народного гнева. Полиция отказывается действовать против своего народа. Власть, поджав хвост, обратилась к ОДКБ с формулировкой о террористической угрозе. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государства участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Правоохранительным органам и армии вновь дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. В Украине бойцы Беркута тоже были готовы. А потом их мучил один вопрос. Был приказ, но потом нас предали. У меня вопрос. Вот вы давно общаетесь с Януковичем, ну к пору, когда он был президентом. Вот он всегда был таким слабаком и предателем. Спасибо. Ну, приступим! Президентские переговоры за закрытыми дверями. Много раз такое мы слышали. Но какие вопросы там обсуждаются? За закрытыми дверьми заключаются тайные союзы. Скидки на товары в экономической сфере и не только. И, внимание! Разговоры о личных угрозах и как их предотвратить. А также просьба о предоставлении политического убежища лично в связи с угрозой физического устранения. Некоторые обсуждаемые темы долгое время находятся под грифом «совершенно секретно». Или же не будут обнародованы никогда. Ровно 9 лет назад, в 2012 году, на пресс-конференции Путина, украинская тема поднималась лишь единожды. Давайте мы перейдем к украинске коллеге наших. Украинская журналистка спрашивала, почему переговоры Виктора Януковича и российского президента находятся в тайне. Маргарита Сытник, терминал 1 плюс 1 Украина, спецскор Москва. Владимир Владимирович, во вторник должен был состояться визит Виктора Януковича, но его отменили. По каким причинам, в чем вообще разногласия между Украиной и Россией. И вообще сейчас все переговоры между этими двумя странами держатся в тайне, никто ничего не комментирует. Хотя все знают, что речь идет о выступлении. Путин ограничился тогда рассказами об экономическом партнерстве двух стран. Двустороннее сотрудничество, вопреки всему, активно продвигается вперед. И так далее, и тому подобное, и бла-бла-бла. Вот спустя столько времени, как вы думаете, что же обсуждалось за закрытыми дверями Янукович и питерский Шалапут? Свои версии напишите в комментариях, мне очень интересно их будет прочитать. Но вернемся в недалекое прошлое. Всего через год, также на прямой линии в 2013 году, в разгар протестов на Майдане в Киеве, Путина спросили прямо, будет Россия воевать в Украине? У меня вопрос, возможно ли, даже гипотетически, возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. В Крыму, слава богу, ничего подобного нет. И, надеюсь, никогда не будет. У нас есть договор о пребывании там российского флота. Он продлен, как вы знаете. Продлен, я думаю, в интересах обоих государств. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. И вот в 2014 году на прямой линии Шалапут уже рассказывал про вежливых людей, зеленых человечков и референдум в Крыму. Да, Владимир Владимирович, еще один интересный вопрос от звонивших к нам на прямую линию. Процитирую. Россия присоединила Крым силой. Значит ли это, что сейчас сила есть единственная гарантия государственного суверенитета в мире? Россия не присоединяла Крым силой. Россия создала условия с помощью, конечно, специальных формирований и вооруженных сил, я прямо скажу. Но создала только условия для свободного волеизъявления людей, которые проживают в Крыму и Севастополе. Тем временем Виктор Янукович нашел убежище на территории России в православном краю. Мы православный край. Мы много конфессиональный край. Думаете, это совпадение? Совпадение? Да, совпадение. Мой ролик про Крым, что он думает, что его волнует, надежды Крыма, смотрите в этом видео. Надеюсь, вам понравится. А у нас в результате всех этих политических театров народ получает в свои руки цветочек-ромашку и начинает гадать. Будет, не будет, в рай или останусь. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. А он, мне кажется, сейчас пребывает в какой-то иллюзии. И в этой иллюзии он может начать все что угодно. Войну с Крымой, конфликт серьезный с НАТО. Путь он сейчас может подставить 110 миллионов взрослого населения России под уничтожение полное. Мы вот так сейчас сидим, у нас все хорошо. Там елка, тортик, салатик, оливье и так далее. А если просто представить, что начнется махало вот такое, что там десятки миллионов людей будут гибнуть. Солдатушки, ребятушки, нашему царю показали фигу. Умремся до последнего. Ой, два. Свои мысли о прошлом, настоящем и будущем пишите в комментариях. Агаф, сейф, 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 сейф. До свидания.